Добрый вечер, друзья! Начинаем нашу пресс-конференцию с участием главных тренеров Игоря Захарькова, главный тренер «Слава Твиларова» и Сергей Перников, главный тренер «Металлурганова» Сергей Павлович, пожалуйста, вам слава! Слава, с победой проиграли первый период вчистую Хорошо, что 0-1 был наше спортивное счастье на нашей стороне Затем удалось убить в большинстве Но, к сожалению, ошибки, которые мы показывали до игры Они присутствовали в этом матче Три гола одинаковых под копирку и с передачами из-за ворот с включением защитников и не оббегой наших защитников нападающих соперников Поэтому такой итог Спасибо, Игорь Владимирович, пожалуйста Я в течение матча и вчера до игры, и сейчас после игры пытаюсь решить один простой ребус Почему команда играет с такими большими перепадами То играет, как правильно было сказано, первый период был феерический, так же, как мы закончили с авангардом Третий период Потом мы играем расхлябанно Потом мы играем опять вроде бы неплохо Потом опять пропускаем, то есть получается вот тут вверх, вниз и эти качели присутствуют от матча к матчу Я, Андрей, сейчас этот вопрос задам всем В первых позициях в Восточной конференции Играть в таком ослабленном составе Это тоже вопрос Нашей внутренней кухни Почему это происходит Почему так долго мы не можем решить определенные вопросы Но просто вопросы назревают И я думаю, что Уходить от них, прятаться Это будет нечестно По отношению к тем парням, которые играют Нечестно по отношению к зрителям, которые приходят на матчи А так я, безусловно, доволен, что мы дотерпели, сумели Выиграть этот матч И готовимся к следующей игре против Сибири Спасибо, пожалуйста, ваши вопросы Денис Таилов, Безнациональный Илья Владимировна Скажите, пожалуйста, почему заменили Николаса Светберга Это игровые причины или просто хотели стряхнуть команду Обе причины имели место быть Потому что мне не нравится, когда Прямой бросок от синей линии Ротарь не готов к этому броску И, безусловно, мне нужно было стряхнуть команду Потому что так безобразно начинать с периода нельзя Нет, он не будет, там прямая прошла Ну, если было, то все равно Как прокомментировать отъезд молодых игроков в сборную России Вы говорили, что если их заберут, это будет просто неуважение к лиге И кто заменит этих артистов? Спасибо Я не знаю Я не думаю, что это вопрос моей компетенции Я могу говорить только о нашей команде Потому что мы видим и Капризова Который второй игрой подряд нам добывает очки Я имею ввиду голы, передачи Он играет вместе с Воробьевым Они играют в неравенстве Они играют практически весь матч И потеря этих двух игроков Плюс та неукомплектованность, которая у нас имеет место Я не знаю Мы будем, конечно, искать решение Я не должен говорить о том, что так все плохо Все наоборот, замечательно Другие ребята получают шансы играть Очень важно, чтобы они пользовались этими шансами Но я думаю, что мы справимся Есть конкретно кого присматривать? Если из Тороса, может быть, или из Толпара? Все, кто из Тороса, они здесь Все, кто из Толпара, тоже здесь Будем брать второй эшелон Тороса и Толпара Спкор 02 Вопрос к тренеру, к гостям Сегодня был гол, который можно в историю хоккея списать Может быть, это не в первый раз такое происходит с Семеном? Он на тренировках такой отрабатывает Что-то вот насчет этого хотелось бы услышать Понимаю А что услышать? Как популяризация хоккея Я уже говорил с игрой, с Северсталью играли Глебол в свои ворота тоже бывает Олимпийскими чемпионами еще раз становятся люди, которые доезжают до финиша Шуртек, он не пример Человек бросил на цели на рикошет, на рикошет уже никого не интересует Шайба, переседшая линию ворот, считается голым Все, вопросов нет Как она туда зашла, никого не интересует Он вообще признаки такие проявлял, что он такие необычные голы Нестандартно? Да Сыграть Кирилл может Спасибо Вопрос к трейдеру гостей Андрей Таратухин не так давно у вас удалось ему влиться в команду? Вторую игру проводит Андрей Понятно, что тяжело, когда у него была пауза То есть он играл в Амуре, потом была пауза Но вторую игру проводит, поэтому мы доверяем ему, узнаем, что он центральный нападающий Хорошо играет на уграсывании и играет в обороне 4 на 5 Поэтому в этих моментах его используют Как сказать, у нас все звенья одинаковые Просто порядок выхода меняем Кто-то подстраивается по два, чтобы наложить на четвертую Но бывает и тоже хитрим Где-то четвертую делаем посильней Поэтому здесь игровые моменты И Андрей в команде работает Спасибо, на этом ждем всех вас в космосе завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!